Друзья, всем доброго дня! Наш Руброградский проект. У нас запланировано несколько роликов по укладке плитки керамической и керамогранита, и установке сантехники. Почему я эти темы объединяю в один блок? Просто у нас по этим материалам, по этим видам работы один партнер, а именно компания польская Церстани. По этому сейчас вы в кадре видите кухонный партнер из коллекции Церстанит Калаката, а устанавливаем мы будем сегодня акриловую ванну Церстанит Крест, 170 на 70. Также замечу, что Церстанит Калаката будет и в ванной комнате, и когда мы уже установим ванную, инсталляцию и другие самоприборы от Церстанита, вы увидите полную картинку, как у нас эта ванна получилась. Церстанит Калаката, там уже в ванной будет у нас белый мрамор и немножко другие декоры в той же самой коллекции. Но об этом, я думаю, поговорим отдельно. Сегодня все-таки самое основное – это установка ванны. Чем заинтересовала у нас именно модель Крео? Несколько размеров есть в модельном ряде, 170 на 75 я уже назвал размером, она идеально вписывается в ширину нашей ванны. Там мы немножко еще подходим по ширине, но вы это сейчас увидите, когда мы перейдем в саму ванную комнату. Модель прямоугольная Крео, есть в задней части вот такой горизонтальный углончик, можно удобно полежать, понежиться в теплой водичке. Первый секрет. Надо, брат, расслабиться. Это хорошо. Но вообще, на самом деле, ванна выбирается по нескольким признакам и, как ни странно, они достаточно такие, скажем, ну, не знаю, старославянские, что ли. Это тактильное ощущение. Ванна должна быть крепкой, толстой. Толщину ванной отливки можно посмотреть в специальных отверстиях, где будут устанавливаться сифоны и слив-перелив. Получается, она не должна пахнуть. Это действительно очень важно. Если ванна пахнет какой-то химозой, то, значит, она, скорее всего, сделана из некачественного материала. Плюс можно взять, например, фонарик и пройти в ванну по периметру, подсветить. Как-то, по-моему, ролики мы это показывали. Есть толщина стенки, там, разница, да, и она может фонарик, то есть свет фонарик может по-разному светиться, и где она совсем тонкая, это будет достаточно, как бы, визуально заметно. Но сразу скажу, что Zarsanet Crea хорошая ванна, понравилась по качеству уже даже изначально. Давайте пару слов о комплектации. Помимо ванны Crea у нас в комплекте идет еще, не комплект он отдельно покупается, но у нас все-таки в партнерске идет сифоны слив-перелив Zarsanet Virgo. Отличная модель, интересный вот такой горизонтальный сифон, мы его тоже сегодня в кадре установим. Надо понимать, что ванна, получается, должна на что-то устанавливаться, она не кладется на пол, на самом деле, поэтому обычно к ванне покупается каркас, но в нашем случае я бы даже назвал это не каркас, а получаются вот такие вот ножки на станине. То есть, по сути дела, это вот две такие будут станины, и к ним прикручиваются вот в таком вот порядке ножки. Но, опять же, по монтажу, мы сейчас уже будем это устанавливать, как-то, смотрите, обязательно инструкцию, в обязательном порядке инструкции есть и в комплекте кваны, в Zarsanet Crea есть также, получается, инструкции и на сайте производителя, можно скачать, посмотреть. То есть, момент с ножками, их установка интуитивно прост. Сейчас мы его разберем. Еще также я скажу, что экрана кваны нет, это будет, скажем так, добавит интереса. И даже у нас будет отдельный выход, посвященный тому, что монтаж экрана из гипсокартона и палитки. То есть, мы этому уделим отдельное внимание, так что ждите запутывающие ролики. Это обязательно будет. А сейчас ножки. Нет. А что ты хочешь сказать? Ножки обычно не идут в комплекте с ванной? Они покупаются отдельно. А если бы кирпичи ставишь? А такие кривые ванны ставят на кирпичи? Я не видел. Все нормально. Но у этой ножки отдельная позиция. Ты говоришь про старые ванны? Я тебе говорю, что они отдельно покупаются. Ванны перед тем, как переворачиваешься и прикручиваешь ноги, конечно, похоже назад в картонке. Все это, конечно, для визуальной картинки, чтобы вы видели, насколько она хороша. Но вы не двигайтесь средствами защиты. Приворачиваем окладно теперь. Сами ножки мы скрутим за кадром. Но вы должны обратить внимание, на каждой ванне есть такое утолщение. Именно в это утолщение вкручиваются ноги. То есть, с двух краев у нас будут симметрично прикручены ножки. Не надо вкручивать где-то рядом. Не надо слишком сужать ножки. Иначе ванна будет неустойчива. Либо вы просто, скажите, смотрите, волос будет торчать. И купаться, принимать ванну, даже несмотря на такой горизонтальный ванну, будет не очень удобно. И приятно. И практически. Водичка будет даже вытекать из ванны. Ну, в общем, будьте аккуратны, ребята. Вроде мелочками-то. Можно прямо попасть в коса. Находим где-то центр нашей ванны. Замеряем центр, соответственно, ног. Чтобы все у нас совпадало. Примерно так вот у нас располагается пластина монтажная. Высота ванны. То есть, нам надо сейчас зафиксировать ножки, исходя из высоты, которая будет впоследствии ванны. Средняя высота это где-то 60 сантиметров. Можно на пару сантиметров ниже, но будет плохо. Скорее всего, у вас возникнут проблемы, проявления, подключения. Выше смотрите сами. Там надо перешагивать. Если будете выше 65 от пола, шагать будет очень тяжело, если вы среднего уровня. Мы сделаем сейчас 62 сантиметра. Но учитываем тот момент, что у нас устанавливается на стяжку, не на плитку. В принципе, после укладки плитки будут где-то прошли. Все. Теперь, получается, одну ножку мы зафиксировали. И можно положить в том месте, где будет устанавливаться пластина, выставлять соответственно вторую. Пока мы ничего не контргаем, просто выставляем высоты. После того, как мы ванну сейчас прикрутим ножки и установим, мы уже по стяжке, там могут быть тоже какие-то погрешницы на стяжке, будем проверять, насколько ровно ванна стоит. И после того, как все выставим, уже будем фиксировать и контргать. В принципе, логично. В комплекте идут шесть вот таких вот саморезиков. Шесть, двенадцать. Потому что шесть у нас отверстий технически в каждой из планов. Двенадцать саморезиков. Ни одного запасного, но зато их хватает. Спокойно сейчас по краю утолчения прикрутим. Не боимся. Главное без страха. Вот так. Главное без страха. С другой стороны делаем абсолютно идентичные манипуляции со стороной монтажной пластины. Ребят, насчет конструкции вот этих вот ножек и пластины монтажа, сразу скажу, что это очень простой способ монтажа. Бывают такие сложные каркасы, где вообще непонятно, что куда пристанавливается. Вот это вот прям идеальный вариант. Ушло на монтаж со съемками минут 15-20 сельсия. Теперь немножко о том, когда устанавливаются ванны, на каком этапе, на какие поверхности. Смотрите, тут есть разночтение. Многие ставят ванну уже после укладки плитки. Ты любишь такую способность? Нет, мы тоже как бы загоняем ванну под стеновую плитку. Обычно ставим уже на выложенный пол. У нас, как я говорил, экран будет в рабочем исполнении, то есть гипс-картон плюс плитка. Поэтому мы поставим конкретно в этой ситуации прямо на стяжку. Но стяжка должна быть стабильная, должна быть ровная. Если стяжка будет неровной, да, ножками можно ванну выставить. Но это будет достаточно сложно. В этой части вы видите, получается, вывод 50-й канализации. Канализация выводится не на какой-то рандомной высоте. У канализации должен быть уклон. Если мы говорим о 50-й трубе, то где-то получается 2-1,5 см на 1 прогонный метр трассы. Здесь вы видите, получается, горячая колонная вода, полипропилен. Выводы располагаются где-то 15-20 см от края самой ванны. Ну, это немножко о сопутствующих получается разводках. Кому-то, возможно, это будет тоже интересно. То есть у нас поверхность готова. Никакой плитки. Устанавливаем на ровный пол. Соответственно, приставляем к стенам. Ну, один момент. То есть у нас ширина ванны была 178, если не ошибаюсь. По этой части тут монолитное было перекрытие и шли разводка труб. Поэтому мы за счет фальш-стены из гипсокартона сделали постоянное 171 см. Я думаю, как бы он выполнил все инструкции. Чтобы ванная встала и когда мы обложим ванну плиткой, то у нас никаких зазоров, никаких полочек в периметру не будет. Гипсокартон. Мы обязательно в порядке гидроизолируйте перед укладкой плитки. И мы, может, в момент еще, когда дойдем до царсанинка лаката коллекции, еще обсудим, потому что снега мы тоже планируем снимать. В принципе, все. Помимо ножек сразу установить и слив-перелив получать с сифоном. Потому что будет впоследствии, когда вы внесете в узкое пространство за ванной, будет тяжелым. Сифон, как я говорил, вверх. Гарантий 5 лет. На ванну, кстати, гарантий 10 лет, по-моему, интересно. Вот он интересный вот такой вот сифон. Ковар никогда такой не видел. Сверхбыстрый, сверхмощный серп проводимый. Получается 62 литра в минуту. У него сливная способность. У слива перелива, так же, у него есть удобный клапан. То есть над ним нажатием открывается и спускается. Достаточно удобно. Установить все это легко. Тут все резьбы, все пластиковые, да, и родные идут. Все скрутится, переворачиваем. В общем, делаем это все за кадром. Я думаю, с этим моментом разберетесь. Но вот такой вот сифон сразу говорил. Хорошее дополнение к нашим ванну. Занести правильно ванну тоже ванну. Если вы путаете местами в стороны занос, потом вы будете крутить. У нас проем достаточно широкий, поэтому аккуратно сейчас заходим. У нас все проходит. И ее приставляем к стенке. Теперь одно из заблуждений. В ванной акриловой всегда в защитной пленке. Вот так вот. Не надо ее снимать слишком рано. Она еще пригодится при укладке плитки. Просто помните, что защитная пленка есть. Поэтому я спокойно могу поставить пузырьковой уровень. Могу что-то положить. Не совсем чистая. Но пленка есть. И мы ее в некоторых моментах в местах будем снимать. Но это будем обозначить. Но целиком ее снимать не спешите. Потом. Для чего мы приставили ванну? Нам надо ее сначала отчеркнуть карандашом. Для чего я это делаю? После того, как мы очертили. Мы ее снимем. И поставим вот такие вот настенные крепления. На которые будем одевать ванну. От этой линии. То есть крепление устанавливается где-то 4,5 см. Если не ошибаюсь. По центральной оси. При этом у разных ванн разные крепления. Обязательно в инструкции читайте. На какой высоте, если крепление есть в вашем комплекте. Устанавливаться. Но перед тем как конечно все это прочертить. Надо ванную зафиксировать в горизонтальном положении. Делается это при помощи пузырькового уровня. Можно взять лучше даже я бы сказал лазерный уровень. Установить его на произвольном высоте. И соответственно сделать так. Чтобы у вас все углы были на одной высоте от лазерного луча. Есть самое расхожее заблуждение. Что ванну надо устанавливать под наклоном Юра. Нет. Наклон всегда ездит. Давай покажем. Ванну внутри. Производитель все за нас предусмотрел. И разуклонка уже находится внутри самой ванны. Не надо подчеркну ванну ставить под уклон. Она должна стоять горизонтально ровно. Крепление устанавливается минимум по двумых сторон. Силикон. Третья сторона очень часто не задействована. У нас например гипсокартон. Куда это тоже бессмысленно крепить. Можно нанести силикон уже сейчас на стену. Но это допустимое дело сделать впоследствии. Главное мы сейчас будем представлять. Наверное получать защитную пленочку. Которую я говорил. Она одета на борт. Внутрь. В том числе сразу отцепить. Чтобы потом не подладить вдоль стены. Для чего это делается? Мы потом еще силиконики в ванну обязательно в порядке. И естественно пленки вместе с силиконицей. Белая ванна. И стена не должно быть. Поэтому мы не забываем. Мы сразу сейчас загибаем. И вам надеваем на пристепный критерий. Так выглядит получается подключение сифона. Лучше наполнить воду в ванную. Проверить. То есть видите. Вот здесь в этой части подтекало. Сейчас надо получается герметизацию стыков всех просмотреть. И заходит соответственно по гофре в нашу канализацию 50. Эта часть должна быть обязательно в порядке обслужена. Потому что сифоны иногда выходят из строя. Могут чуть-чуть подтекать. Это все как бы какая-то неизбежность. Поэтому в экране и в рабочем исполнении у нас будет люк. Как в той части где у нас есть от застройщика подключение. Так и в этой части где у нас получается будет стоять сифон. Вода служит не только для того чтобы проверить насколько качественно подключены сифоны. Но и нужна чтобы ванна дала усадку в своем рабочем состоянии с водой. А можете даже нагнуть туда вместе с водой там выходить. В общем это не обязательно. В общем 24 часа она постояла с водичкой. То есть все. Она встала так как нам надо. И теперь можно силиконе. Для этого напоминаю я в общем-то и отогнул защитную пленку по краям. Силикон не жалеть и главное весь зазор, периметр между ванной и стеной заполнить. Так мы предотвратим от попадания воды впоследствии если она будет там как-то просачиваться между плиткой и ванной. Вот саму ванну. Нанесли и какой-нибудь губкой там тряпочкой вложить. Соответственно лишнее удалили. Только не оставляйте так получается силикон на самой ванной. Когда силикон высохнет можно пленку аккуратно защитную назад поставить, проклеить периметр малярным скотчем. В любом случае перед укладкой плитки мы еще края обязательно более тщательно подготовим. Не должно быть открытого акрила при работах по укладке керамической плитки или керамогранита. Это важный момент. По сути дела на этом сегодняшний ролик подходит к концу. Весь монтаж акриловой ванны в зажигании в крео мы вам достаточно подробно показали. Я думаю многие нюансы объяснили. Поэтому на сегодня все. С вами будет Парни Сканин. Делайте своими руками. Делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. Чем конкретно нам заинтересовало? Чем конкретно нас заинтеприли? Плюс можно взять, например, фонарик и там подсветить где-то. Если толщина ванны... Блестун. 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 Плюс фонарик с белой отсечкой. Дай карандаш. Ага. Блестун. Абокус,бокус,бокус Абокус,бокус Как всегда,как карандаш нужен Я везде валяюсь Когда он не нужен,вот в кармане лежит А,он у меня в комбинезон Абокус,бокус,бокус Силикон,синетез Юр,ты можешь перестать болтать? Я же снимаюсь Там нормально заглушать? Ну я не знаю,ну Я не думаю,что там все